здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок осень конец сентября прекрасное время для сбора урожая кукуруза яблоки различные овощи заканчивают свою вегетацию и готовятся быть сохраненными на зиму одним из излюбленных растений которые мы выращиваем своих огородах и которые нас поддерживают полезными веществами всю зиму и лето это конечно же фасоль фасоль может похвастаться пожалуй каким-то колоссальнейшим разнообразием форм расцветок вкусовых качеств кулинарных качеств сортовых качеств продукции это и спаржевая фасоль у которой в пищу используются недозревшие бобы это и зерновая фасоль этой овощная фасоль и всевозможная разная другая к основным типам фасоли по типу ее роста относятся вьющаяся фасоль вот здесь у меня такой снопик собран из одного растения вьющейся фасоли и кустовая фасоль ну такая более традиционная менее распространена полу вьющаяся фасоль которая способна формировать вот такие вот завивающиеся верхушечки у растений но не требует опор при своим при своем выращивании вообще выделя вызывает удивление что люди очень мало выращивают вьющиеся фасоли она популярна далеко не повсеместно потому что продуктивность количество бобов которые имеются на вьющейся фасоли несомненно гораздо 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 больше чем количество бобов которая формируется на кустовой фасоли при этом она занимает меньше места единственным осложнением является необходимость установки опор ну однако же это не такие уж и большие хлопоты особенно рационально выращивать вьющуюся спаржевую фасоль потому что количество бобов которое она дает просто намного намного больше чем количество бобов спаржевой фасоли которые дают кустовые сорта и уход за ней совершенно не сложный в любом случае спаржевая фасоль это оставленная например на семена или зерновая фасоль у которой употребляются в пищу сухие семена ее надо осенью вовремя убрать вовремя подготовить хранению хранить и в дальнейшем употреблять в пищу надо сказать что фасоль является конечно одним из самых древних культурных растений происходит из южной америки там ее употребляют в огромном количестве в северных регионах европы преимущественно в ну и в россии популярна белая фасоль моя же любимица это черная черно семянная фасоль она очень богата антоцианами богата полезными пигментами богата клетчаткой богата белком богата полезными углеводами очень мне нравится она конечно же у нее есть и лечебные свойства такие как противовоспалительные такие как регулирование работы кишечника она является хорошим источником кальция ее нужно побольше употреблять хотя бы раз в неделю для лиц кто уже перешагнул 40 летний возраст особенно женщины должны ее побольше употреблять в пищу правда у фасоли есть некоторые ограничения вообще бобовые в целом и фасоль должна поменьше употребляться людьми которые склонны к такому заболеванию как подагра вот к сожалению здесь есть ограничение но на самом деле даже для людей страдающих подагрой фасоль также может употребляться только ее надо употреблять правильно у нее в створках содержатся лекарственные компоненты которые употребляют в виде чая люди которые болеют сахарным диабетом вообще о различных полезных свойствах растений которые произрастают на грядках традиционных и таких еще мало распространенных вы можете узнать из такой вот книжечки аптека на грядках она доступна на сайте про цветок ну а продолжим разговор о фасоли сегодня мы поговорим о том когда правильно убирать фасоль в какой период и как правильно ее подготовить к вымолачиванию зерен и как правильно это все сделать существует две стратегии первая стратегия предполагает полное вызаривание растений фасоли на корню с последующей их уборкой и обмолотом случае если стоит сухая погода таком случае можно прямо в день уборки вот этих снопиков растений и вымолотить их с под следующей небольшой подсушкой семян их надо разложить немножечко подсушить и затем хранить ну вот например такое растение вот в такой фазе развития вполне пригодна для того чтобы его вот таким вот образом обмолотить конечно некоторая влага в семенах остается поэтому этап просушивания или последующего хранения в бумажных пакетах которые дышат является вполне хорошим вторая стратегия предполагает что растения могут быть убраны в стадии неполной спелости вот посмотрите здесь бобы уже высохли уже створка полностью сухая однако же на растение еще есть листья кроме того вот верхние бобы вот так растение росло и верхние бобы могут быть немного зеленоватыми у них может быть слегка сочная створка тоже допустимо вообще все бобовые горох и фасоли бобы и другие бобовые растения прекрасно дозариваются в стадии такой полу спелости технической спелости семян в этом случае их собирают в снопы и подвешивают где-то защищенном от дождя месте желательно легко продуваемым до полного дозаривания растений это хорошая стратегия поскольку она позволяет не в авральном режиме проводить уборку растений с поля а вот вымолачивать их тогда когда у нас будет время и когда у нас будет для этого необходимость вот вот такие вот бобики не совсем спелые с влажной створкой вполне могут таким образом дозариваться какие есть подводные камни дело в том что если оставить бабы в поле слишком долго они могут начать покрываться вот таким вот черным налетом это не болезнь это не опасно это просто такие сапрофитные грибочки которые уже начинают разлагать вот эту стенку сухую но конечно качество семян и качество зерен которые будут употребляться в пищу уже падает поэтому вот если мы доводим фасоль до стадии полной спелости в этом случае нам не надо не упустить фазу вот такого вот хорошего красивого светлого боба и соответственно его в этой фазе убрать но иногда это бывает достаточно сложно это связано с тем что многие сорта фасоли особенно любительские особенно с крупными семенами созревают неравномерно поэтому все таки наиболее распространенной стратегии является уборка в снопы их подвешивание где-то в сарае на чердаке или еще где-то и дозаривание последующий обмолот какая самая главная проблема фасоли в период ее хранения дело в том что уже даже в витебской области беларуси наблюдается повсеместное поражение фасоли фасолевой зерновкой фасолевая зерновка это такое насекомое которое колонизирует заселяет семена фасоли когда они еще находятся в поле стадии такой полу спелости в зеленых сочных бобах в это время самка откладывает в шов бобика вот этого не спелого яйца личинка пробуравливает мягкие ткани боба пробуравливает мягкие ткани семян внедряется в само семечко и там потихонечку развивается если убрать фасоль вот в этот период времени когда еще морозов не было высушить ее сложить ее на хранение то с очень большой долей вероятности фасолевая зерновка появится у вас уже где-нибудь к январю все конечно зависит от того насколько в теплом месте вы храните ее но если хранить при комнатной температуре как правило январь-февраль это тот период когда фасолевая зерновка так сказать появляется перед нами и говорит о том что фасоль всю надо выкинуть она пришла в полную негодность что же делать вот эта стратегия когда мы убираем фасоль в снопике подвешиваем их или складываем сухом месте для дозаривания в этом случае если помещение является не отапливаем вот эту фасоль там можно и оставить морозы которые будут уже где-то к декабрю месяцу в умеренной зоне они просто-напросто убьют эту личинку и мы даже не будем знать о том была она там или не была никаким образом не на вкусовые не на какие-то еще качества семян или зерна это не повлияет поэтому вот эта стратегия длительного сохранения снопов в месте где промерзается где есть обработка снопов морозом является очень хорошей стратегией и с этой точки зрения тоже вторая стратегия которая позволяет нам убрать семена то есть не захламлять где-то снопами особенно если много снопов не захламлять эти помещения снопиками если это хлопотно к тому же она предусматривает что семена должны быть проморожены ну конечно если у вас мешок фасоли налущен то никаким образом проморозить в морозилке ее невозможно а если это объем там ну даже ведро то вполне можно проморозить для этого сухие семена складываются в полиэтиленовые пакеты обязательно полиэтиленовые чтобы они не пропускали воздух и закладываются в морозилку срок промораживания 10-14 дней после этого вы пересыпаете семена например трехлитровую банку или бумажные пакеты зерновку уже можно не бояться точно жуков там этих не будет почему в полиэтиленовый пакет потому что когда вы заложите в морозилку даже в условиях низкой температуры там минус 18 22 градуса которые бытовых холодильниках создаются семена могут отсыреть это раз а два когда вы их холодильник из морозилки вынимите на них обязательно появится конденсат виде такой водяной росы потому что они холодные воздух теплый соответственно произойдет конденсация воды и чтобы они не разбухли не набрякли водой поэтому их приведение в нормальное состояние нагревание до комнатной температуры должно происходить именно в полиэтиленовом пакете который не пропускает воздуха соответственно и влагу соответственно можно разными партиями переморозить эти семена и быть уверенным что у вас и семена и зерно будут свободны от фасолевой зерновки если у вас есть несколько растений на семена то в принципе в их полностью можете все время хранить в снопе внутри бобов и вымолоте только весной тогда когда придет необходимость их посева самое главное чтобы то помещение где вы их храните было сухим фасоль может выдерживать перепады температуры но может выдерживать низкие температуры вот сухое зерно но только в том случае если она действительно хорошо высушена если там есть остатки влаги то к сожалению схожесть такое зерно потеряет на семена она уже будет непригодна да и в пищу она будет не очень не очень-то вкусно если у вас есть большие запасы большие урожаи фасоли зерновой там мешок и больше но то просто оставьте его в том помещении где она может проморозиться я в своей практике я занимаюсь фасолью много занимаюсь фасолью занимаюсь селекцией фасоли созданием новых сортов даже приходил к тому что клал там три-четыре мешка фасоли в машину зимой и просто она у меня там находилась пару недель для того чтобы она как следует проморозила селекционный материал его жалко потерять из-за какой-то там зерновки то здесь могут быть разные стратегии но обязательно необходимо как следует подвергнуть воздействию низких температур это зерно в таком случае вы будете с урожаем и с запасом семян вашего любимого сорта ну а какой сорт зерновой фасоли выбрать белый черный в различные крапинки круглый удлиненные крупные семена мелкие семена это конечно же дело вкуса могу вам сказать что за свою практику я через свои руки пропустил более 6000 сортов фасоли разной насмотрелся уже таких чудес что у ее чего только я не видел и в этом деле каждый может выбрать себе то что по вкусу но надо помнить что чем темнее окрашена фасоль тем она полезнее наибольшей пользой обладают фиолетовые черные и красные сорта фасоли именно они содержат самое большое количество антираковых противоопухолевых противовоспалительных и омолаживающих веществ что же касается цвета супа ну это дело вкуса ну а в салат винегрет может пойти фасоль и с любым цветом так что будьте здоровы выращивайте фасоли побольше это растение не требовательно мы будем еще много раз говорить о том как ее выращивать как правильно за ней ухаживать какие болезни и подстерегают какие вредители ну а сейчас заготавливайте семена заготавливайте зерно готовьте вкусные рецепты с которыми вам мы обязательно будем с вами делиться до новых встреч всего хорошего у